Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Безумно рад всех вас видеть. Очень сильно соскучился по каждому из вас. Их основа, как вы видите, в строю. Хорошо, что подоспел к очень важному событию, который у нас сегодня на повестке как раз дня, поскольку замыкать мы торговую сессию. Будем протоколами ФРС. И, как и всегда, ища необходимую поддержку для доллара, будем надеяться, что протоколы американского регулятора смогут хотя бы частично справиться с этой задачей. Сегодня я предлагаю несколько подробнее остановиться на основных событиях последних двух недель. Моего отсутствия уверен в том, что мои коллеги информировали вас обо всех основных событиях. Не было очень ничего интересного, но крупными мазками, скажем, пробежимся по самым основным из них. И, как вы сами прекрасно могли заметить, очень интересную динамику у нас последние 10 дней показывал доллар, который против иены практически смог добраться до планки. Очень важное сопротивление 115 иен за доллар. И я сторонне, скажем, наблюдая за тем, что происходит на рынке, уже не будучи так сильно, как всегда, вовлечен в основные фундаментальные события, очень надеялся, что эта планка пойдет, потому что видел хорошую поддержку со стороны выступления председателя ФРС Джан Хиллен в Конгрессе. Но этот уровень устоял, мы снова увидели откаты, и хочется верить, что это временное явление. И в самые ближайшие дни мы снова будем наблюдать доллар в восходящем трене. Обо всем по порядку, как и всегда, основной спектр финансовых активов, на которые мы обращаем внимание. И начинаем мы традиционно с нефти. Клосс прошлого дня 56.61, сейчас актив торгуется на отметке 56.98. В целом ситуация не очень изменилась за последнее время. Черное золото находится в восходящем движении, точнее, лучше сказать, находится в широком довольно канале, но топчется у верхних границ. Я на самом деле не вижу серьезных оснований для того, чтобы черное золото и, в частности, бренд WTI тестировали более новые высокие планки, локальные экстремы, потому что статистика, на которую мы традиционно с вами обращаем внимание по запасам нефти, она продолжает сигнализировать о том, что тренд увеличения запасов сохраняется. И сохраняется уже множество недель подряд. Причин тоже много, они не меняются. Это сезонное обслуживание ряда нефтеперабатывающих заводов, высоких показателей импорта. И вот последний отчет по запасам, вы с вами прекрасно помните, прирост на 9,5 миллиона. Очень высокий показатель для текущего периода. Сейчас, если мы говорим уже об интересе к этому активу, конечно же, нужно искать причины. И, несмотря на то, что мне не хочется снова возвращать вас в уже измыленную тему соглашения, которое было достигнуто уже довольно-таки давно по поводу энергетического пакта. Это соглашение о сделке ОПЕК по ограничению производства, собственно, представителями нефтедобывающего картеля и тех регионов, которые не входят в эту организацию. Но, собственно, эта сделка, она продолжает мусолиться рынком. И каждый раз, когда кто-то заинтересован в том, чтобы оправдать восходящее движение, все начинают в очередной раз говорить о том, что сделка крайне неэффективна, условия договоренностей соблюдаются и т.д. и т.п. В общем, в любом случае, из тех факторов, которые, возможно, сейчас локально компенсируют присутствующий негатив и статистику по запасам нефти, данные по росту предложений производства США, который был, как регион, расценен нами, один из возмутителей спокойствия на предстоящее время. То, что компенсирует этот негатив для черного золота, вот периодически возникающие комментарии, вот очень много было информации и данных со стороны рейтерс, даже на неподтвержденные источники, о том, что ближневосточные карты даже рассматривают возможность, обсуждают кулуарно, еще не во всеуслышание, по поводу усиления тех самых предложений, решений, реформ, которые предполагают снижение добычи и производства нефти. И вот последний позитивный новостной фонд для рынка черного золота – это комментарии генерального секретаря ОПЕК, который повторил озвученную примерно 3-4 недели позицию представителей Ирана и Саудовской Аравии о том, что сделка эффективна и может действительно решить проблему с перенасыщением рынка. Я не верю этим комментариям. Да, признаю тот факт, что черное золото, ну, никак не хочет снижаться, прям старательно держит лидирующую позицию среди многих отриевых активов и уже на грани того, чтобы переписать новый многомесячный хай. Возможно, рынку требуется больше топлива для того, чтобы ослабить этот актив. А больше топлива, ну, может быть, факт того, чтобы количество платформ Бекер Хьюз перевалило за 600 штук. Либо ли нужна уже статистика по поводу добычи нефти в рамках ОПЕК с учетом действующего соглашения. И что-то подсказывает мне, что в первых числах марта, когда мы будем анализировать детально отчет ОПЕК по объемам производства в рамках уже февраля, мы сможем получить подтверждение того, что, несмотря на 90% соблюдение условий генетического пакта и сделки, все равно предложение остается довольно-таки высоким. Но я напоминаю то, что по статистике последних недель объемы запасов нефти в США превысили 518 миллионов баррелей. Это, чтобы вы понимали, максимальное значение с 1982 года. У нас самые настоящие исторические прецеденты. Они, конечно же, должны повлиять на нефть. Возможно, пока не хватает уверенности в том, что этот актив, в принципе, обречен на снижение, нам остается ждать. Ну, вы прекрасно понимаете то, что и знаете. Мы, как фундаменталисты и как никто другие, умеем ждать долгожданной выраженной динамики, в частности, по рынку нефти. Нам, конечно же, нужно снижение. Ждем статистику по запасам. На этой неделе у нас снова из-за празднования Дня Президента, выходного дня в США, который был в понедельник, статистика едет на сутки вперед. То есть, у нас АПИ, которым мы, в принципе, уже должны были подводить итоги этого отчета сегодня, будут опубликованы в ночь, получается, с среды на четверг. То есть, этот отчет мы ждем сегодня поздним вечером. Соответственно, завтра мы уже о нем поговорим. Но я думаю, что запасы продолжат расти. Надеюсь, что они смогут оказать соответствующую давление на котировке нефти. Рубль 57.40. Четверг болезни для многих тема, связанная с тем, что, если уж так категоричны были монетарные власти по поводу действий, направленных на ослабление рубля, якобы, потому что дорогая российская валюта не нужна, с учетом текущих реалий, были определенные психологические рубежи для российского валютного рынка, и, в частности, котировок рубля против евро и доллара. Но, тем не менее, несмотря на все те действия, которые предпринимаются интервентного характера со стороны российских монетарных властей, мы видим то, что рубль укрепляется и сейчас торгуется на отметке 57.40. Это гораздо ниже тех значений, которые были бы сейчас экономически оправданы для рубля. Я, в частности, в последние несколько дней со своими коллегами активно обсуждал тему, связанную с тем, что же будет с рублем дальше. И вы знаете, сейчас такая медианная оценка общего понимания расклада сил сводится к тому, что рубль, конечно же, заряжен на ослабление против основных конкурентов. Но для того, чтобы вот эта дорога была очевидна по слабости и девальвации, нужно, чтобы сложился полностью весь пацан. Сейчас конечным звеном этого неполного пазла и неполно сформированной картины для потенциала девальвации является растущая нефть. Как только мы получим подтвержденные сигналы, которые, собственно, и будут конвертированы в то ослабление, о котором я говорил, сигналы слабости черного золота, и бренд снова уйдет ниже 55 долларов за баррель, тогда на рубль будет оказано это самое тотальное давление, которое нам сейчас приходится ждать, поскольку я не хочу обозначать сценарий, который предполагает динамику отличную от вполне предсказуемой и ожидаемой девальвации. Доллар японская иена. Здесь можно остановиться подробнее, потому что в последние недели у нас прошло очень важное событие. Я, в принципе, начал брифинг с этого. Это выступление Джанат Хиллен в Конгрессе, где она, в прямом смысле, расплылась в аппетитах в адрес национальной экономики и дала весьма положительную, я бы даже сказал, сверх положительную оценку собственным действием, направленным на стимулирование экономического роста через те инструменты, которые имеются в арсенале ФРС. И выступление было двухдневным. Первый день, собственно, вот эта риторика, она стала причиной сначала роста вероятности повышения процентной ставки. Вы знаете то, что этот фундамент мы с вами традиционно оцениваем через статистику и фьючерсный контракт FedWatch, который оценивает этот вероятностный подход. И сейчас вероятность того, что ставку повысит на следующем заседании ФРС, оно состоится не так уж и, скажем, в общем, это событие, которое уже можно рассматривать в качестве ближайшего важного фундаментального события. Это 15 марта. И вот вероятность того, что 15 марта ФРС пойдет на повышение процентной ставки, составляет сейчас 44% с 22 ранее. И после выступления Джана Тельна в Конгрессе у нас было еще два очень важных отчета. Это по инфляции и по ручным продажам. То есть потребительская активность и как раз общий индекс инфляции, общий показатель инфляции СПИ, который имеет очень важное значение. Для представителей ФРС, которые и голосуют за решение по поводу изменений монетарной политики. И, собственно, по отчетам. Я не собираюсь сейчас анализировать все релизы, которые произошли и имели место в плане публикации за последние две недели. Два важных отчета. Это инфляция, которая выросла на 0,6% в месячном выражении, в годовом 2,5%. Это очень много. Ироничная продажа у него 0,4%. Рост серьезный. Один из самых значительных за последние несколько месяцев. Против прогноза у него 0,1%. Собственно, такая статистика и заявление ели на том, что ФРС серьезно осматривает возможность соответственно повышения процентной ставки, стало причиной того, что пара USDN предприняла попытку, чтобы пробить сопротивление 115 йен против американца. После того, как вышел вот этот блок сильных данных, большинство инвестбанков, ну, лично я обращаю внимание, как вы знаете, на Morgan Stanley, JP Morgan Chase, еще посматриваю на Citi, они пересмотрели прогнозы по росту американской экономики и отметили повышательные, скажем, основания, которые присутствуют относительно показателей инфляции. То есть все это конвертируется в ожидание по поводу повышения процентной ставки, потому что как раз недостаточный рост индексопотребительских цен при достаточном прогрессе на рынке недвижимости и на рынке труда сдерживало решение ФРС по повышению процентной ставки. После того, как выступила Джанет Хеллин, после публикации двух вот этих отчетов, я надеюсь, что вы обращали внимание на выступления и комментарии в тех представителей, которые и будут ответственны за принятие решения о повышении процентной ставки. Это Розенгран, это Харкер, это Лохак, Мейстер. Они, в принципе, все подтвердили позицию того, что нужно 15 марта голосовать за повышение процента ставки. Самый серьезный и весомый аргумент был озвучен со стороны Розенграна, который отметил, что если сейчас ФРС будет тянуть резину, то при дальнейшем росте индексопотребительских цен он выйдет за пределы целевого значения в 2%, и тогда ужесточение монетарной политики будет ничем другим, как решение проблем, возникновение которых допустил сам американский регулятор. Чтобы не решать проблемы в будущем, а постепенно стимулировать экономику через те инструменты, которые сейчас могут быть задействованы, ставку нужно повышать уже сейчас. И все четыре представителя американского регулятора склоняются, опять же, в пользу того, что ставку нужно повысить не только 15 марта, а еще как минимум трижды до конца 2017 года. Сегодня у нас на повестке протоколы. Я не думаю, что мы увидим что-то интересного, но важно отметить то, что все, что мы могли получить с точки зрения жесткой иторики, мы уже услышали от Елен недели назад. И сегодня мы получим лишь такую актуализированную, скажем, оценку того, что американский регулятор на пути повышения процентной ставки, исходя из вот этого тотального прогресса, который показан всеми секторами американской экономики. Поэтому от сегодняшних протоколов я жду поддержки для доллара. Я надеюсь, что эту позицию продолжают разделять и инвестиционные банки, на которые мы посмотрим, и продолжают разделять те трейдеры, которые так же, как и я, верят в рост американской валюты. Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это активность Трампа в плане твитов. Может быть, кто-то из вас поглядывает за этими сообщениями, ну, в каком-то формате появляются, доходят до вас. Лично я слежу за этим. Поэтому как только появляется что-то интересное, действительно, я стараюсь об этом рассказывать. Как и сейчас. Вот один из последних твитов о Трампе, он был сделан, по-моему, в пятницу, даже в четверг. В нем было сказано то, что план налоговой реформы, то есть одного из самых важных стимулирующих моментов, который мы с вами ждем уже два месяца, будет предложен во время его выступления в Конгрессе. Если это так, то произойдет это 28 февраля. Возможно, ну, лично я уже устал больше от протокационистской риторики не только Трампа, а все его администрации. И по-прежнему стало от того, что не услышал ни одного намека на стимулирование экономики через корпоративное налогообложение и налогообложение физических лиц, снижение, разумеется, через дерегулирование банковского сектора энергетики, через увеличение бюджетных расходов, вот этих обещаний беспрецедентных тоже на сумму свыше, по-моему, одного триллиона даже долларов. В любом случае, это то, что еще на повестке ближайшего времени, то, что трейдеры прекрасно понимают, должно стать сильнейшим топливом для роста доходности трежерис и для доллара. И я очень надеюсь, что американская валюта еще покажет всем свой характер, тем более, что это действительно нужно. И мы увидели, как пара очень быстро набирает высоту, достигая уровня важных психологических сопротивлений. Сейчас это 115. В том случае, если сегодняшние протоколы будут в более жестком ключе, или, по крайней мере, в том ключе, в котором были обозначены, как прелюдия после конференции Джанет Йеллен, надеюсь, что доллар это прекрасно использует. Ну и, конечно же, не забывайте про оппонента доллара, это японскую валюту. Здесь самое важное. 10 февраля прошла встреча Трампа и премьер-министра Синзо Абе в Японии. Обсуждали, в том числе, и монетарную политику. Это не совсем обычное явление. Но в данном случае, почему дело дошло до этого? Потому что Трамп очень жестко высказывался по поводу тех действий, которые предпринимаются японским регулятором Японии в целом, по созданию искусственных конкурентных преимуществ через девальвацию. И, конечно же, японскому руководству приходилось парировать все это. В частности, в ходе этой конференции было еще раз отмечено то, что японский регулятор по-прежнему придерживается политики таргетирования доходности многолетних облигаций, и это таргет нулевой процент. То есть это проявление и подтверждение того, что экономические стимулы будут продолжены в прежних объемах и в прежнем формате. В целях разгона инфляции, активизации потребителей и улучшения показателей по ОВП. То есть наш с вами избитый фактор, объясняющий потенциальный рост доллара против иены, это контраст монетарных политиков, он сохраняет свою актуальность и имеет место быть и дальше. Поэтому продолжаем покупать американскую валюту против иены. Фунт против доллара. Я надеюсь, что вы обратили внимание на целый блок статистики по рынку труда, который вышел недели ранее. Очень важные релизы, и вы наверняка заметили, что статистика в принципе классная, потому что уровень безработицы 4,8%, число заявок на пособие по безработице снизилось на 42 тысячи, но вместо того, чтобы положительным образом отреагировать на этот фундамент, фунт просел. Почему? Я объясняю то, что и очень советую вам копать всегда глубже в плане системных релизов, которые выходят. В данном случае, чем нам был интересен рынок труда? Нам был интересен рынок труда динамика роста зарплат, потому что этот показатель напрямую соотносится с данными по инфляции, напрямую влияет на показатели активности потребителей и, как следствие, показатели ОВП. В данном случае, говоря про динамику роста зарплат, она уже довольно скромная, потому что оказалось хуже и прошлого значения, и хуже прогнозов, и вообще там даже подслеживается тренд уже направленный на снижение. О чем это говорит? Я думаю, вот лично мой субъективный вывод там, он заключается в том, что рост инфляции, который оказался чрезмерным в Англии из-за девальвации фунта, он сдерживает рост зарплат. Это серьезная проблема, потому что будет страдать в перспективе потребительская активность. И следом за, собственно, публикацией данных по рынку недвижимости вышли отчеты по роничным продажам, и, как и, что и требует, собственно, доказать, роничные продажи и активность потребителей снизилась на 0,3% против прогноза роста на 0,9%. То есть мои предположения были оправданы. Действительно, высокая инфляция – это сейчас бич для национальной экономики. Вы знаете то, что несколько дней назад состоялась спецконференция Карни, которую возглавляет британский регулятор, где он снова отметил то, что рост инфляции действительно чрезмерен, и он будет угрожать показателям ВВП. Сегодня у нас на повестке отчет по темпам экономического роста Англии в 12.30 по московскому времени. Если все вот эти выводы правильные, то нас, скорее всего, ждет более слабый релиз. А, соответственно, позиционно давление на фунт может быть возобновлено. Но для тех трейдеров, которые помнят мой прошлый прогноз, я отмечал то, что до тех пор, пока пара держится выше отметки 1.25, собственно, как и сейчас, потому что актуальные котировки примерно на этом самом уровне, можно попробовать использовать и потенциал для краткосрочного восходящего ралли. Тем более, что до инициирования 50-й статьи есть еще время. Это случится в марте. У нас 2-3 недели точно есть в запасе. Мы еще успеем с вами продать фунт. Это произойдет, я думаю, не раньше, чем после тестирования планки 1.2650-1.27. Но пока я по-прежнему рекомендую вам рассматривать британца с точки зрения покупок. По канадцу позиционирование не меняется. К сожалению, каких-то интересных фактов, новостей не было. Единственное то, что мы видим в последние дни, то, что USDCAD снова набирает высоту, оттолкнувшись от поддержки 1.30. Это больше связано, опять же, с пониманием присутствующего потенциала роста доллара, но и еще из-за тени такой протекционистских рисков, которые идут и являются следствием риторики, опять же, администрации Трампа, которая всерьез подразумевает возможность пересмотра ряда торговых соглашений. В данном случае для Канады это соглашение НАФТ. Если дойдет дело до этого, конечно же, канадец будет крайне уязвим. Но это пока только, можно сказать, байки, потому что это очень серьезный шаг. Может быть, администрация Трампа даже не осмелится на такие протекционистские ходы. Поэтому нам остается следить за нефтью. Мы видим то, что данный серверовый актив сейчас для канадца является довольно важным индикатором поведения. И если мы дождемся той слабости, о которой я говорил, канадская валюта будет снова слабеть, а ЕСДК доберется до нашей цели 1.35. Евро против доллара снижается. Европейская валюта продолжает испытывать давление. От мягкой риторики дороги, который, вы помните, две недели назад отметил крайне низкие значения базового индекса потребительских цен, подтвердив и развеяв сомнения относительно того, что ЕЦБ не подумывает о том, чтобы выйти из действующих экономических стимулов. Самое важное сейчас решить проблему с ростом базового индекса потребительских цен, обеспечить этот индикатор необходимым восстановлением. И как только это случится, тогда уже можно будет поговорить о сворачивании программы QE. Но по версии дороги это произойдет не раньше конца 2017 года. Я думаю, что можно смело замахиваться уже на 2018 год. Поэтому экономические стимулы со стороны ЕЦБ, они сохранятся, по крайней мере, в том формате, в котором действуют. Мы параллельно еще понимаем, что время неуклонно движется вперед. И уже совсем скоро выборы во Франции, где, по общественному опросу и мнению, есть очень высокий шанс на победу у Марии Липен. Вы помните то, что этот кандидат выступает за проведение собственного национального референдума о выходе Франции из состава Европейского Союза. И несмотря на то, что сейчас многие верят в то, что Мария Липен вряд ли победит, я снова напоминаю вам о том, что мы в последнее время имеем дело с теми самыми событиями, которые мало прогнозируемые. То есть в победу Трампа тоже никто не верит. В итоге кто президент США? Трамп. Мария Липен по общественному опросу имеет широкую популярность сейчас, соответственно, формирует и наращивает, собственно, электорат. И даже несмотря на критику ряда чиновников, которые также являются лидерами мнения, мы понимаем то, что действительно может дойти дело и до ее побед. Соответственно, риски для евро еще больше усилятся и возрастут. Я надеюсь, что снижение евро это еще одно подтверждение того, что главный валютный риск продолжает дисконтировать еще и слабую политическую составляющую. То есть продолжаем продавать евро, ждем ниже отметки 1.05 с возможностью ухода к следующей поддержке 1.03. Американский фондовый рынок на исторических максимумах, восстановительная динамика сохраняется, рост, уверен, продолжится и дальше, потому что, как я уже отметил, впереди у нас выступление Трампа в Конгрессе и возможный как раз анонс плана по налоговой реформе и стимулированию. Для промышленников, для американского бизнеса это, конечно же, серьезнейший фактор и буст для роста. Поэтому, если раньше наша с вами целью по американскому фондовому рынку S&P 500 был уровень 1350-1360, мы сейчас видим этот актив выше. Я думаю, почему бы нам не замахнуться на совсем уж амбициозную цель 2400 и ставить на то, что этот уровень будет достигнут в ближайшее время. Собственно, немножко мы затянули, прошу прощения, постарался пробежаться по основным релизам. С завтрашнего дня мы возвращаемся к более приземленным макроэкономическим отчетам, будем анализировать уже внутри дня все. Я не сомневаюсь в том, что новостной фон остался для вас полностью освещенным моими коллегами и вы, в принципе, довольны, вам все понравилось. За эти две недели вы провели не одну прибыльную сделку. По-прежнему верите в рост доллара, в рост американского фондового рынка, в Трампа, который должен стимулировать экономику и, соответственно, обеспечить слабостью рисковые инструменты, в которые не верю, собственно, я. Это все в ближайшее время. Я снова встрою, снова, соответственно, берусь за анализ тотального фундаментального фона и буду держать вас в курсе всего, что на рынке происходит. Из важных событий сегодняшнего дня, как отметил, в 12.30 у нас ВВП Англии. В 13.00 как раз базовый индекс потребительских цен на еврозоны. Думаю, что завтра нам будет о чем поговорить. В 22.00 протокол американского регулятора ждем поддержки для доллара. И уже со среды на четверг в 0.00.30 статистика АПИ по запасам нефти в США. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание еще раз. Рад вас безумно всех видеть и надеюсь, что это взаимно. Снова буду вам надоедать. Всего доброго. До свидания.